Новая дробильная установка предназначена для переработки древесных отходов в щепу, которая затем трансформируется в биотопливо. Это поможет увеличить степень утилизации древесных отходов без нанесения ущерба окружающей среде, а также принесет пользу с точки зрения экологии, так как поможет перевести энергопотребителей на использование возобновляемых источников энергии. Такое безотходное производство – очередной шаг к взлетной экономике. Пока такая машина единственная в стране. Сегодня ее тестируют самые опытные операторы предприятия. Новая машина, хорошая, как бы импортная. В процессе обучаемся, тестируем. Пульт управления хороший. Но как бы можно на расстоянии управлять. Она приобретена за деньги Европейского Союза. В рамках реализации программы содействия переходу Республики Беларусь к зеленой экономике стоимость данной машины порядка 360 тысяч евро. Закуплена еще сортировочная станция порядка 100 тысяч евро. Многофункциональный погрузчик, который мы видим, он работает совместно с машиной порядка 100 тысяч евро с навесным оборудованием. И планируем еще докупить комплект дополнительных ножей на эту машину для того, чтобы работать с чистой стволовой древесиной для получения сразу щипы товарной. Проектная мощность дробильной машины составляет 50 тысяч кубометров в год. Проще говоря, она сможет перерабатывать все древесные отходы города Бреста. И это не только ветки и сучья. Комплекс сможет принимать на переработку старую деревянную мебель, пни, оставшиеся после вала деревьев. А щипа, полученная в результате переработки, будет использоваться в котельных областного центра. Воспользоваться возможностью смогут как юридические, так и физические лица. В результате карьеры для вывоза древесных отходов со временем исчезнут. Планируем еще на остаток денежных средств, которые в размере гранта, которые нам выделялись, планируем еще закупить котел. Специальный котел, который сможет работать именно на отходах и на щепе, полученные из отходов пней и веток. То есть влажная и грязная, скажем так, древесина. Сегодня новая дробильная остановка проходит тест-драйв. Ее официальное введение в эксплуатацию состоится 23 сентября текущего года.